В своем большинстве зеленые города, сегодня существующие в мире, их не строят с нуля, а работают над развитием уже существующих городов с учетом нескольких целей. То есть, скажем так, модернизируют и несколько улучшают подходы в их устройстве. Это, прежде всего, направлено на сокращение потребления ресурсов, снижение вредного воздействия на окружающую среду, ну и повышение самой ценности городской среды. Естественно, для достижения этих целей в основу управленческих решений также, скажем так, закладывается несколько принципов. Их достаточно много, потому что система сложная, я остановлюсь лишь на нескольких. Это применение энергоэффективной застройки, когда закладываются основы по отоплению, кондиционированию, вентиляции, освещению, сокращению потребления ресурсов, особенно во время цифровой экономики развития цифровых ресурсов. Мы уже для многих известны такие, скажем так, приложения и ресурсы, как «Умный дом», когда можно контролировать использование электричества, энергии и других каких-то бытовых условий. Устойчивая мобильность – это, прежде всего, формирование, скажем так, благоприятной транспортной инфраструктуры. Прежде всего, это развитие общественного транспорта, это управление сетью автомобильного транспорта, строительство каких-то пересадочных узлов. Естественно, это развитие и возможность для развития велодвижения, ну и, скажем так, альтернативного передвижения. Как для экологов, конечно, для нас особое внимание здесь привлекает эта многофункциональная озелененная территория. То есть при застройке, естественно, необходимо уделять, скажем так, рекреационным зонам и поддержанием соответствующего биоразнообразия на этих участках. Зеленая экономика самого градостроительства – это поддержание зеленых рабочих мест, использование зеленых закупок и многое другое. Как бы это основы идеи. Чем же это интересно для Беларуси? Ну, несколько цифр. Во-первых, прежде всего, порядка 70% населения Беларуси сегодня проживает в городах. Точнее, по данным Белстата, это 7 млн 412 тысяч человек. Из общего количества населения, опять-таки почти 70%, проживает в городах с населением 100 и более тысяч человек. То есть мы видим, что тенденция урбанизации, она для Беларуси так же характерна, как и для всего мирового сообщества. Во-вторых, в декабре 2016 года правительством был принят национальный план по развитию зеленой экономики. Скажем так, на тот период были амбициозные поставлены цели. И одним из мероприятий, там достаточно много содержится мероприятий, одним из мероприятий была разработка концепции «Симбио-сити» на примере города Брест. И сегодня мы уже можем с гордостью говорить о том, что в сентябре текущего года решением Брестского городского совета депутатов утверждена концепция умного устойчивого развития «Брест-Симбио-сити-2050». И даже уже приступили к реализации некоторых мероприятий. От идеи до уже, скажем так, приближения к практической реализации прошло совсем немного времени. В-третьих, ежегодно увеличивается число городов, которые присоединились к добровольной международной инициативе Европейского союза — это соглашение мэров по энергии и климату, направленное на сокращение выбросов и парниковых газов. К концу 2018 года в целом это соглашение подписало более 7 тысяч городов, в которых проживает больше 210 миллионов человек. И в Беларуси эта цифра составляет сегодня больше 40 городов и районов. И это тоже достаточно, мы считаем, высокий показатель, когда власти берут на себя ответственность за принятие мер, направленных на, скажем, энергосбережение и сокращение выбросов парниковых газов. В-четвертых, не последнее, может быть, даже надо было на первое место ставить, это Беларусь подписала цели устойчивого развития, достижения которых, во многом достижения которых, непосредственно связана с улучшением городской среды, как в странах в целом, так и в Беларуси в частности. Зная все эти тенденции и видя проблемы, которые складываются с окружающей средой, в принципе с городской средой, группой специалистов Минприроды и по инициативе Минприроды, несколько лет назад приступили к разработке проекта технической помощи, поддержка зеленого градостроительства в малых и средних городах. Данный проект был финансово поддержан Глобальным экологическим фондом, ну и сегодня реализуется программой развития ООН. Идея зеленых городов – это уже не мечта, это уже практически реальность, которая, конечно, в полном своем комплексе, она сможет реализоваться через несколько лет.